Вторую неделю погоды испытывает Черноморское побережье на стойкости, проверяет готовность коммунальных служб. Кстати, глава города высоко оценил сегодня работу коммунальщиков. 80% территории Красной Поляны было очищено от снега, которого выпало там больше обычного. Да и на побережье в разгар стихии все службы оперативно реагировали. А вот деятельности управляющих компаний, таких как, например, Сочи Жилсервис или Югструйсервис, Анатолий Пахомов остался недоволен. С людей собираетесь, что за наглость. С бабушек, с пенсионерок. Собираете копейки, прожираете их и ничего не делаете. Где совесть? Вместо руководителей управляющих компаний на совещание пришли сотрудники, которые ни на один вопрос ответить не смогли, объяснив отсутствие вышестоящих болезнью. Наша съемочная группа решила проверить эту информацию. Дома руководителя не оказалось. Нашли его в офисе. Так как я уже второй день болею, просто пью лекарства, на работу выхожу, но как бы такое состояние болезненное, много текущих вопросов, которые приходится решать. Конечно же, больничный одного руководителя не может стать причиной плохой работы всего дома управления. А ведь отзывы людей, проживающих в домах, находящихся в управлении Сочи Жилсервиса, нелицеприятные. Мне довольны. Во-первых, убирается очень плохо. Подъезды у нас без ремонта, они ремонт в подъездах не делают. За что мы платим за содержание дома? Наши деньги куда уходят? По 400, по 500 рублей каждый месяц. Ничего не делается. Вячеслав Камнев согласен с нареканиями и пообещал в дальнейшем наладить работу. А предприниматели так и не заключают договоры с САХом. Таких объектов в городе 6800. Они привыкли пользоваться контейнерами, за вывоз мусора которых оплачивают горожане. Теперь контейнерные площадки перенесли во дворы домов. Такая вынужденная мера должна была заставить торговую сеть серьезнее отнестись к проблеме утилизации своего мусора. Но вместо этого торговцы стали организаторами стихийных свалок. Глава города дал неделю, чтобы в этом вопросе был наведен порядок. Сочи планирует принять новогодние и рождественские дни многочисленных гостей со всей страны. Поэтому, когда отступит непогода, 24 декабря пройдет общегородской субботник. Те, кто собирается использовать на праздники пиротехнику, должны получить разрешение. Несанкционированных фейерверков, салютов быть не должно, заявил мэр, как и новомодных беспилотников. В целях безопасности они могут летать только с согласия собственников объектов. Этот вопрос будет вынесен на ближайшее заседание антитеррористической комиссии. О торговле сегодня была поставлена задача завести на Красную Поляну столько продуктов питания и по нормальным ценам, чтобы со стороны горнолыжников не было нареканий. О нарядном и праздничном Сочи должен встречать гостей уже 19 декабря. По сути дела, неделя целая впереди. И она должна быть нацелена, что все до единого торговые объекты. Это красота, это привлекательность и все остальное. Такого нет. Я не вижу этого. Путевки в зимний период на все горнолыжные курорты раскуплены. Много туристов ожидается и неорганизованных. Но независимо от того, кто и откуда к нам приедет, Сочи просто обязан произвести позитивное впечатление.